всем привет меня зовут я на вчера я вам показывала свои новые втирки павлин а сегодня хочу сделать с ними какой-нибудь дизайн так как на черном фоне эффект призмы выглядит ярко выраженная покрывают типс черным цветом после просушки наношу топ без липкого слоя у меня фиора и сушу в лампе сан 5 при мощности 24 ватта 16 секунд буду использовать вот такой цвет к сожалению на сайте у продавца номера цвета очень сложно определить поэтому номер я вам не дам но как сейчас вижу это сиреневый чтобы появился эффект призмы частички нужно разгладить втирку с торцов нужно спилить чтобы она не облезла на типсах конечно это делать не обязательно а во время настоящего маникюра просто необходимо еще раз покрываю сверху топом без липкого слоя китайскую роспись я приноровилась рисовать гель лаками для этого я использую джиди коко но вы можете брать совершенно любой почему не гель краски а потому что они при смешивании с пигментом становятся слишком густыми но впрочем не критично можно и гель краски также используйте так подмешиваю пигмент для того чтобы мазки были поярче вот примерно столько недавно на алиэкспресс купила вот такую красивую кисть для вензелей еще на нее обзор не делала потому что хочу сначала ей попользоваться чтобы составить свое мнение а потом уже буду вам его рассказывать и так я беру вот эту смесь она сейчас хорошо пигментирована и можно рисовать тонкие линии и и причем яркие намечаю серединку далее беру бордовый гель лак вот темные гель лаки уже не обязательно с пигментами смешивать главное смешать белый беру кисть для китайской росписи длина рабочего края около 4 миллиметров делаю растушевку я привыкла работать на картоне мне почему-то так больше нравится когда остаются коробки от перчаток я их сразу нарисую на фрагменты и они у меня всегда в запасе имеются и начинаю потихоньку рисовать сейчас я вижу что недостаточно намешала белый цвет с пигментом поэтому отправлю типс лампу и размешаю белый цвет с пигментом еще потому что мне хочется мазки поярче но перебарщивать тоже не надо а то сохнуть не будет методом проб и ошибок можно найти нужную консистенцию а вообще мне давно пора намешать себе красочку в отдельную банку чтобы каждый раз не намешивать каждый раз я лепесточки просушиваю второй раз лепесточки не дублирую мне хватает пигментации в один слой пока тип сушится я достаю следу тоже с алиэкспресс возьму вот эту напоминающую аврора и смешаю ее с гелем для наращивания прозрачным а По периметру украшу стразиками. Дальше мне опять понадобится топ без липкого слоя. Втирку мне нужно покрыть два раза топом. И чтобы стразы подольше держались, я их укреплю бульонками. И жидкий камень также сверху залью топом без липкого слоя. При этом стараюсь на стразы не попадать. Все, сушу в лампе. Я думаю, что получилось очень красиво. И давайте я вам покажу другой вариант. Следующую втирку я буду втирать вот такую синюю. Она сама по себе темная. Поэтому я хочу Типс накрасить белым цветом. И также покрываю топом фиора и сушу 16 секунд. Да, вот теперь блеск мне нравится. И я опять спиливаю пигмент с торцов. И покрываю топом. Сушу в лампе. Дальше опять замешиваю слюду с гелем. И начинаю изображать павлини перо. Для этого я делаю серединку. И засушиваю ее в лампе. Дальше буду рисовать популярные сейчас воздушные вензеля. Зефирные. Которые показывала Юля Голубкова. И для этого очень хорошо подходит гель-краска Вена Лиса. Также для промежуточных просушек я буду использовать фонарик. Так как каждый раз в лампу не набегаешься. Я его сразу включаю. И опробую свою новую кисть. Как она будет себя вести в работе. КОНЕЦ 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 И в самом конце перышко мне нужно просушить в лампе. Чтобы гель-краска все-таки хорошо просохла. Я такие вензеля пробовала носить на себе. Я их испытывала будут ли отваливаться или нет. Но чтобы заранее предотвратить эту возможность. Я все-таки сверху их смазала топом без липкого слоя. Он ничуть не портит воздушность. И я вот прям слегка проходила. И проходила с кисточкой. И эти вензеля у меня носились очень хорошо. Ничего с ними не случалось. Вот так по краешку слегка захватывая фон. Возможно эта гель-краска будет носиться и без укрепления топа. Я просто не пробовала. Если бы это была гель-паста, я была бы уверена. Но в этой гель-краске я не уверена. Но вот так вот с укреплением топа нормально. И теперь я украшу стразами и бульонками наше перышко еще дополнительно. Вот такие дизайны на красивом фоне у меня получились. Как сказала Даша Шулунова, даже самый простой рисунок на сложном фоне будет выглядеть интереснее. Именно этого я сегодня и хотела добиться. На мой взгляд получилось довольно красиво и празднично. А вы пишите свои мнения в комментариях. И на этом я буду заканчивать свое видео. Желаю вам творческого вдохновения. Всем хорошего настроения. Пока-пока.